Ладно, окей, мы посмотрим Соника Ладно Ладно, давайте всё-таки его чекнем DLC Киберпанка Сильно злит Они, блядь, издеваются По-моему, они, блядь, издеваются, мы смотрели, но Чем его, чем его злит, блядь, DLC Киберпанка? И во-первых Во-вторых, после просмотра триллера DLC Киберпанка Можно сказать Он сказал, дополнение выйдет Скоро А потом говорят, что интернет не портит людей И хоть выглядит всё довольно неплохо Но на самом деле тут свои нюансы Которые местами меня сильно разозлили То есть я очень рад, что наконец-то выходит DLC для Киберпанка Через три года после релиза Но разрабы решили не просто выпустить дополнение Они решили жёстко переделать саму игру В плане геймплея, сюжета, появится новая концовка И даже в плане... Кстати, да, появится стрельба из машины, что охуенно То есть они... Это, по сути, будет Киберпанк 2.0 плюс DLC Трафики что-то поменяли Из-за чего рекомендуемые системные требования Стали теперь минимальными Что, думаю, многим очень сильно не понравится Поэтому... Потерпит, лол Я почитал все интервью разрабов Все превью журналистов Взял самое интересное И давайте сегодня всё это обсудим Что за DLC нас ждёт? Каким образом разрабы поменяют игровой процесс, нарратив и... Этот заголовок ему сказал Дрюс сделать DLC Киберпанка сильно злит Бля Единственное, кому я могу простить такие заголовки Это Соник Реально, Соник Мой вообще супер-мега-любимый ютубер Я обожаю его заголовки Потому что они смешные Другие ютуберы ставят подобные заголовки Типа Что-то это пиздец Или прочее Но это чисто копирки Соника максимально Я считаю, что такие люди Ну, блядь Пойдут нахуй И почему всё это вызывает и радость, и злость одновременно Но всё же в будущем, если... Проверь свой сахар У меня нормально всё с сахаром, братан Я проверял Если захотите приобрести DLC Да и разные игры, что сейчас выходят То вы можете это сделать Я просто много пью во время стримов В плане воды и прочих напитков Делать на GGSEL Вы можете приобрести... А сейчас я ещё не в туалет ходил Точнее в туалет, но по-другому делал Короче, нахуй вам вообще интересоваться этим Или оно откроется, когда нам станут доступны квесты вудистов в Пасифике То есть DLC не продолжает сюжет оригинала Это история, которая разворачивается параллельно И в чём весь эрбор? Дело в том, что мэйр, президент новых Соединённых Штатов Летела себе спокойно И вдруг её летательный аппарат Вышел из строя и упал на землю Её бы, конечно, спасли, но... Не, если бы я был диабетиком От количества выпитого пива и Кока-Колы Я бы сдох уже давно Ей очень не повезло Самолёт президента потерпел крушение В так называемом Доктауне Если в двух словах про этот район... Как бы ты это описываешь? Я могу спорить? Да Этим местом управляет Курт Хансен Бывший полковник, который захватил этот район города И создал тут военную диктатуру По словам журналистов Доктаун очень сильно отличается от других районов города В атмосфере напоминает фильм... Фаны аниме и ютуб-стримов деда Это разные люди У меня есть фанаты, что... А, это фанаты стримов Я тут ни при чём Одна из этого фильма разрабы взяли всю завязку сюжета Это не шутка Смотрите В городах обеих произведений есть специальный район Который отрезан от остального города В киберпанке там диктатура В побеге из Нью-Йорка Это тюрьма для особо опасных заключённых В киберпанке президент упал на самолёте в этом районе И его взяли в плен В побеге из Нью-Йорка президент упал на самолёте в этом районе И его взяли в плен В фильме крутого героя Снэка Плискина Отправляют спасать президента в обмен на жизнь И в киберпанке наёмника Ви Отправляют спасать президента в обмен на жизнь По словам нанимателей, его вылечат Я думаю, разрабы специально будут цитировать Побег из Нью-Йорка И другие научно-фантастические триллеры И боевики 80-х Ну, кстати, бля, я об этом даже не подумал Ебать, Соник подготовился При этом они будут высмеивать клише И заниматься деконструкцией подобных боевиков Рэд это любит По крайней мере, они это делали в Ведьмаке 3 С тем же сюжетом про дьявола, про лягушку и принцессу Но я надеюсь, что в DLC Киберпанка так будет Что разрабы не тупо копируют старые фильмы И великие сюжеты игр 80-х Ниндзя похитили президента Достаточно ли ты крутой чувак, чтобы его спасти? Какие же простые времена раньше были Жаль, только Рэда не вызвали Курта Рассела Для озвучки какого-нибудь перса Также про сюжет известно Что в нём будут элементы шпионского триллера Это нам обеспечит специальный агент Рид Нам даже дадут машину, как у Джеймса Бонда С миниганами из фар Да, это реально А также в DLC будет много выбора И в зависимости от того, что вы делаете Кому помогаете и тому подобное Вы сможете получить разные концовки И каждая из этих концовок От... Бля, кстати, выглядит охуенно, если честно Кроет ещё одну дополнительную концовку Для оригинального сюжета Сон внутри сна Так что, возможно, в игре добавят концовку От которой после не захочется рипнуться Но зная CD Projekt Red Мы, скорее всего, опять будем испытывать Экзистенциальный кризис Про сюжет это пока всё Разрабы очень не хотят спойлерить сюжетные повороты Они обещают годноту И, в принципе, я верю Что они смогут создать что-то цепляющее В плане истории А вот с геймплеем всё куда сложнее Тут у меня хорошая новость И новость, которая вызывает много вопросов Хорошее, это, конечно, то Что разрабы хотя бы часть вырезанного контента вернут Вот это Доктаун в оригинале Район вырезали Туда нельзя попасть А в DLC, конечно, всё реализовали Там теперь много локаций для исследования Куча квестов А, то есть это будет полноценная часть города Нихуя Интересы и новые типы контента Которые дают уникальные награды Например, будут курьерские миссии Они так и называются Курьер Phantom Liberty Не знаю, блин, название получше не нашлось Так вот Тут разрабы решили дать маме Уэллс Больше экранного времени Она теперь играет важную роль в игре Ибо через неё будет работать всё, что связано с машинами Именно про это курьерские миссии Она даст задачу украсть определённый транспорт Надеюсь, миссии уникальные и интересные А не чистый контент, чтобы убить время Более того Теперь весь транспорт Мы будем покупать через сайт Мамы Уэллс А не у рандомных челов То есть никто больше не будет тебе звонить И предлагать купить их офигенные тачки Ес! Также будут миссии под названием Аирдроп С неба будут падать какие-то тайники с добычей И надо первым до них добраться Все эти миссии отменить Ибо это завидует челам Которые впервые с этим DLC поиграют в Cyberpunk 2.0 Мамы Уэллс созданы для того Чтобы больше раскрыть экшен во время вождения Ибо, во-первых, появились полноценные погони И да, полиция теперь будет за нами гоняться Наконец-то появилась механика Которая была еще в первой GTA Во-вторых, теперь доступен полноценный бой из машины Ты можешь стрелять абсолютно из любого окна транспорта По словам директора игры Ви теперь может сделать Типа, если они еще и оптимизируют свой этот ебанутый RTX Я бы поиграл в самом лучшем качестве на 4090 Трюк с дверью, как в CGI триллере Также многие машины получили апгрейд в виде оружия Например, в игре будут боевые машины с мини-ганами, турелями и прочее Если ты на мотоцикле, то сможешь использовать катану Я надеюсь, реализация будет лучше, чем боевка на плотве Мне до сих пор кошмары из этого снятся Короче, много что должно было быть на релизе вернут Начиная от возможностей в открытом мире, заканчивая боевкой Вот любители катан будут в восторге от нового навыка Который позволяет отражать пули, как какой-нибудь дэдпул Но вот новость, которая беспокоит, это то, что разрабы сделали много чего О чем их никто никогда не просил За все эти годы они пропатчили игру Потратили на это много времени Ну, посидев немного, подумав, разрабы решили Давай по новой, Миша Да, они решили выбросить Блядь, он перевел Up and Smoke как, типа, в дыму Это Up and Smoke, типа, 50 лет работы напрасно Все это в мусорку И по словам креативного директора Павела Саску Они все поменяли Все, делаем видос, как про Артема Графа Он неправильно перевел Блядь, Соник тупой Практически ни одна система оригинальной игры не осталась нетронутой Они все переработали и изменили Например, одежда теперь просто косметика Она больше ни на что не влияет Она не защищает, потому что параметр защиты привязали к прокачке имплантов Чем больше крутых имплантов ты ставишь, тем защита сильнее Но если переборщить со всем этим, то тело начнет отторжение И герой получит дебафы И даже может начаться киберпсихоз Что, в принципе, звучит неплохо Но это можно было сделать во второй части А не менять то, к чему люди... Не, есть такое выражение англоязычное, называется Up and Smokes Типа, или Up and Smoke Кто как говорит, типа, что... Ну, типа, как по-напрасну То есть, пошло нахуй... Ну, блядь, как это? На лад... Бля, не, не знаю, как это на русский... Ну, типа, просто по-напрасну Или... Накрылось медным тазом, блядь Ну, привыкли Тем более в игру добавили трансмог Вид одежды можно было менять, не теряя статов Или полностью поменяли прокачку Рыды решили... Коту под хвост, все в трубу, да Сделать что-то по типу истории с Ведьмаком 3 Кровь и вино, как вы помните, очень сильно поменяло прокачку На ветер, на ветер, да 50 лет работы на ветер Хороший, кстати, аналог Мутации И вокруг них построили всю прогрессию И киберпанк идет по той же дороге, но масштабнее Ролевую систему переписали полностью К сожалению, деталей разрабы никаких не дали Но, по их словам, это было сделано Чтобы игроки создавали более крутые и интересные билды Для этого пришлось менять многое Уровни работают по-другому Система лута, навыки и прочее-прочее И опять же, кто об... Соник не ноет про Мираж Удивительно Еще удивительнее смотреть его через твои ски Бля, знаешь, поначалу я не хотел смотреть Соника Потому что мне казалось, что он самый банальный ютубер, который есть на ютубе Типа... Но я пристрастился Я понял, почему так много людей смотрят Соника Я это понял Я усек это Контент Соника — это один из самых интересных контентов на ютубе Потому что Да, он Каким-то образом Да, он выдает кринж Также он выдает кучу полезной информации В очень сжатые сроки Это то, что я очень люблю в ютуберах То есть он при этом озвучивает какие-то свои мысли У него есть какие-то свои мемы Иногда кринжовые, иногда реально что-то прикольное То есть, не знаю, я как-то, блядь, я не ожидая для себя стал фанатом Соника Пэтом просил Вместо того, чтобы сконцентрироваться на реально важной вещи Создавать больше вырезанных локаций Добавить больше контента в открытый мир Сделать его более интерактивным и так далее Они занимались переработкой вещей, которые и так работали Ну не прям шедеврально, конечно Но в принципе неплохо Можно было балансировать, менять и вырезать некоторые навыки Как то, что враги не видят тебя под водой Этот навык абсолютно бесполезный Но смысл именно... Кстати, да, все навыки переработают в новой версии Пиздец... Не, из того, что они сказали Я смотрел про это большое видео вчера Разработчики сказали, что полностью поменяется система полиции Не только в DLC, но и во всей остальной игре Будет стрельба из машины Очень сильно поменяется в принципе поведение NPC Прокачка, навыки полностью изменятся Короче, реально Киберпанк 2.0 ждет нас вот патчем с выходом DLC То есть не только DLC, но и вся основная игра Это будет как, по сути, next-gen upgrade Только с оптимизацией и дохуя изменением баланса вообще всего То есть баланса уровней противников Баланса боевой системы Анимации Миллиард каких-то микромоментов Ну короче, это будет завершенный Киберпанк Нас ждет не просто DLC, нас ждет завершенный Точно полностью закрытый Киберпанк И это очень хорошо на самом деле Потому что вот если вы до сих пор не играли в Киберпанк Вас ждет самая охуевшая версия Киберпанка Которая вообще возможна Кам полностью переделаны игровые системы Я просто вам гарантирую На ютюбе будет миллиард роликов С сравнением старой и новой версии И в комментах найдете очень много людей Я не понимаю, что в этом злит Которые пишут что-то типа А раньше этот навык работал по-другому И мне так больше нравилось Короче, ждите срача Что касается технической части То тут тоже будут много изменений По словам разрабов То, что они отказались от консолей предыдущего поколения Развязало им руки Теперь они могут использовать дополнительную память Поэтому графон везде в игре немного переработал Да, да, короче, они сказали, что сделают так Что будет система полиции В которой на каждом отдельном уровне Будут новые NPC Которые за тебя преследуют То есть новые машины Прочие, которые они будут использовать То есть будет полноценная, блядь, система полиции Не та хуйня, которая сейчас А типа реально жесткие перестрелки Там с очень сложными противниками Как помните, в GTA было То, что сначала полиция, потом армия Вот это вот все То есть это действительно интересно Из-за этого можно даже перепройти на самом деле Киберпанк Обновили модельки персонажей Точнее их лица Появились новые эффекты и прочие такие вещи Так что DLC по сути также будет менее ремастером Который, впрочем, потребует куда более мощного железа Если у тебя нет 16 гигов рама И видюхи на 6-8 гигабайтов То даже не пытайся запустить игру Опять же, нафиг так делать Кто вас об этом просил? Где вы услышали что-то по типу Вот бы Киберпанк имел системные требования Почти в два раза выше, чем на релизе Было бы прикольно, если Макс так действительно появляется Вот это было бы охуенно Я бы, ну, если можно полностью киберпсихозом пойти Это было бы круто Не, ам Единственное, что вот да Системные требования повышаются для всей игры Это, ну, неприятно Если у вас не 40-90 Не, ну это действительно, типа, неприятно Поэтому этого апгрейда не будет на консолях старого поколения Но я рад, что эта игра Ну, в каком-то... Что они не бросили эту игру И спустя три года мы получаем действительно полноценный Киберпанк А, будет? Да, у персов лица стали чуть лучше И появилась новая версия симуляций тумана Но скажу вам один секрет Всем насрать! То же самое интерфейс Его тоже будут редизайнить Ну почему? И, конечно, именно консоли предыдущего поколения Не позволяли Редам создавать нормальные е-полиции Его добавит только через три года с DLC И они больших роботов не могли сделать Опять же из-за старых консолей Хотя почему-то у других разрабов получалось Ну, блядь, Metal Gear Solid 5 в ебаной пустыне Ну да, там получалось Там, блядь, один большой робот В огромной пустой пустыне Ну, блядь, ну да Наверное, это было проще сделать Чем в ебучем Киберпанке Самая, конечно, ситуация Даже не догадываюсь, в чем проблема И, конечно, очень жаль, что русской озвучки не будет Гол из Ви, Егор Васильев В начале мая сказал, что еще не все потеряно Что CD Projekt Red могут еще позвонить и сказать, что озвучка будет Но в итоге ему так никто и не позвонил Они сказали, что типа не ведут дел с налоговыми резидентами РФ И с одной стороны, я позицию редов по этому вопросу понимаю Но с другой, озвучку можно было заказать в другой стране Подводя какой-то итог того, что я увидел Ну типа да, но это было бы весьма странно Типа, ты, допустим, играешь в Киберпанк Заходишь в DLC, а там совершенно другие голоса То есть, ну, это можно было бы сделать, но с другой стороны Как бы вопрос скорее в том Не вызовет ли это диссонанса Ну или отличный повод перепройти Киберпанк полностью в английской озвучке И послушать, как Киан Ривз говорит вот так На секунду Даже если они сделают то, что сейчас наобещали То по сути все равно некрасиво получается Нам за 30 долларов будут продавать в том числе возможности Которые и так должны были быть на релизе Ну и конечно же Разве этот апдейт не будет для всех? Типа DLC отдельно, апдейт для всех Ну кстати, не знаю У меня по региональным ценам Здесь Сейчас Лидеры продаж Лидеры продаж Так А где DLC для Киберпанка? Лол DLC для Киберпанка А вот оно 15 баксов, кстати Региональные цены в Грузии Просто заебумбич 15 баксов Фулл набор 28 Вообще заебим Заебись Вот, то есть 15 баксов Бля, регионалки в Грузии охуенные Респект Взли то, что Реды решили опять повторить историю с ремастером Ведьмака 3 В игре поменяли то, о чем В Украине тоже 15 Охуенно Вообще никто не просил Зачем в этой игре поменяли баланс Переделали кучу вещей, которые работали нормально и всех устраивали Ответ на этот вопрос до сих пор никто не знает Загадка Двунтера у Дима, блин То же самое с Киберпанком Изменения чисто ради изменений Видимо у разрабов много свободного времени Да, и украинские субтитры будут Чтобы люди в Украине смогли пройти на украинском Тоже заебись Ну, типа по сути Как бы мы в равных условиях Украинцам дали Украинские субтитры А у русских Не будет озвучки Тоже будут только субтитры Ну да, все Всех у всех У всех одной тоже будет Вот У них же нет в планах 5 ведьмаков и еще один киберпанк Не торопимся Три года будем делать DLC для сингла игры Это, это конечно гениально Я не был знаком с такой концепцией вообще Релиз в сентябре За предзаказ получите целый скинчик Прямо Юбисофт момент Но так или иначе опять же жду Но с таким, знаете, подозрительным взглядом Посмотрим, что у CD Projekt Red получится Хочется понять Не разучились ли они делать их Казахские будут субтитры или узбекские? К сожалению, нет К сожалению, о таком не говорили Такого не устраивали Я все три года только и слышал Что ни черта толком не работает Что за шиза, что он несет там Чтобы точно знать Быть эксайд отожидая следующей ведьмаки или нет Поддержите лайком и подпиской Давайте добивать 500к Ну не знаю Он как-то много негатива насчет этого DLC навалил Но я это DLC пиздецки жду Даже учитывая, что я не самый большой фанат киберпанка Про идею на релизе Я как-то забыл, что это игра А не бенчмарк для тестинга видеокарт Надо бы как-то вот сесть И с чистого прохождения Заново начать со всеми улучшениями И тогда, возможно, я действительно пойму Что это такое То есть вот почему многие люди так фанатеют по этой игре Я частично это зачекал Но просто на релизе Не скажу, что это был самый приятный опыт игры Он был неплохой Но я хотел бы увидеть его вот в конечной версии У нас почти получилось Спасибо и до скорого, ребята Не, круто, круто Спасибо за хорошее видео, реально Спасибо большое товарищу Соннику Это респект Аутсберг Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!